МГУ Здравствуйте! Это Маховая 9. Новости Московского университета, которые вы можете увидеть на сайте факультета журналистики МГУ и на канале Просвещения. В студии Ирина Помеляйка. В расписании второкурсников факультета журналистики МГУ в этом осеннем семестре курс медиасистемы. На этой неделе лекции начал читать доцент Михаил Макеенко. Мнение студентов о предмете и секреты успеха преподавателя узнали Вай Ён Цзинь, Полина Поменова и Виктория Говоркова. Каждому будущему журналисту нужно знать программу курса по медиасистемам. Эта дисциплина дает возможность студентам гуманитарного факультета чувствовать себя уверенно среди экономистов. На втором курсе факультета журналистики МГУ начался новый этап в изучении предметов. О факторах развития национальных медиасистем узнаем на лекции доцента Михаила Игровича Акенко. Вот есть политическое поле и постепенно оно стремится к определенным стадиям. К тому, что остается 2-3 доминирующие партии. Курс медиасистемы помогает студентам сморфировать свое видение медиакартинки мира. На лекциях второкурсники узнают о массовом информационном процессе. Это даст им возможность разобраться, как взаимодействуют области истории, экономики и политики. Мне очень нравятся лекции Михаила Игровича Акенко. Буквально в каждом его слове я улавливаю какую-то нотку знаний. И предмет медиасистемы мне крайне интересен. На парах невероятное количество студентов. Они все заинтересованы в происходящем. То есть никто даже не разговаривает. Тишина такая, как будто ты находишься дома, и это позволяет проникнуться предметом очень глубоко. То есть на самом деле у нас было несколько таких лекторов. Я не буду называть их имен, но Михаил Игоревич входит в число тех, кто правда поразил меня своими познаниями в журналистике. И я хочу перенять его опыт. И возможно когда-нибудь я стану преподавателем. Медиасистема. Да, именно медиасистема меня прельщает больше всего. У Михаила Игровича Макенко авторский подход к преподаванию этой дисциплины. Такая методика применяется уже не первый год. Благодаря ей многие выпускники успешны в своей профессии. Медиасистема, мне кажется, из тех курсов, которые у нас есть, наиболее создающий контекст. Люди понимают, почему, точнее ту систему, в которой они работают, и почему им придется работать именно так, а не иначе. С другой стороны, они не уникальны. И может быть это даже не проблема, а это естественно среда их обитания. То есть мы изучаем в данном случае тот контекст, в котором приходится работать журналисту. Писать тексты или, не знаю, снимать документальное кино. Предмет медиасистемы рассматривает журналистику в международном контексте. Это помогает студентам второго курса подготовиться к вступительной испытании модулей «Медиабизнес» и «Международная журналистика». Экзамены пройдут уже весной. Фан Юцин, Виктория Коваркова, Полина Поминова, Вахавая, 9. Члены клуба веселых и находчивых журфака МГУ утверждают, что КВН – это состояние души и площадка, где рождаются самые невероятные и удивительные шутки. Каждый год соревнования КВНщиков с нетерпением ждут не только студенты МГУ, но и Питерского университета. Побывала на игре наш корреспондент Виктория Колосова. Ставший традиционным Кубок двух деканов со спортивных полей Ломоносовского корпуса переместился на факультет журналистики. Через несколько минут в чеховской аудитории начнется юбористическая битва за звание победителя в игре КВН между питерским и московским журфаком. Эту игру ждали все – команды МГУ и СПБГУ, полейщики журфаков, жюри. Его состав, кстати, меняется каждый год. Неизменным остаются только председатели – главные люди двух факультетов – деканы Елена Вартанова и Анатолий Фую. Команды прекрасно подготовились к игре и начали наступление с первых минут КВНа. По результатам конкурсов, приветствия и разминка команде журфака МГУ удалось вырваться в лидеры. Однако гости из северной столицы не собирались сдавать позиции и после конкурса «Новости» сравняли счет. Новости из Армении. Армянская девочка никогда не подводила брови. Скорее на мороз, брови всегда подводили. Заключительный конкурс – фристайл – расставил все на свои места. Команда журфака обошла него всего на 0,2 балла. Кубок двух деканов по КВН остался в Москве. Главное, что удалось командам – это заставить и зрителей, и жюри на один вечер забыть обо всех проблемах и насладиться отличным юмором. Впервые за много лет я смеялась до слез. Спасибо, молодцы. Я очень рада, что мы все время можем показать какую-то свою особенную, какие-то свои особенные шутки и свой юмор журфака такой тонкий, интеллектуальный и непошлый. Спасибо большое. Ребята из команды МГУ остались довольны своим выступлением. Наконец-то нашли свои места. Любим литературные шутки, любим актуальный юмор и стараемся писать очень интеллигентно и тонко, чтобы понимали, что это действительно журналисты и это будущее нашей страны во многом. Мы получаем от этого удовольствие, это самое главное. Пусть мы там можем до двух часов ночи писать, но действительно это то, чем мы живем в последний год и получаем от этого колоссальную удовольствие. Это как работа. Правда, за нее не платят, но это весело. Однако, несмотря на то, что жюри присудили победу журфаку МГУ, зрители по достоинству оценили игру Санкт-Петербурга. Да, мне очень понравилось. Я считаю, что должна была действительно победить дружба и кубок можно было даже никому не вручать. Следующая игра в рамках Кубка двух деканов пройдет весной. Принимать ее будет уже Санкт-Петербург. И по настрою питерской команды ясно, что ребята постараются взять реванш. У нас сформировалась новая команда, новое название, новая форма, поэтому почему бы нет? Виктория Колосова, Роман Никифоров. Специально для Маховой 9. 18-я международная выставка «Конкурс современного искусства» прошла в Москве. Тема выставки в этом году отобразила современные события. Поэтому работы художников далеки от политики и войн. Они призваны послужить опорой для возвращения мира и единства России, Европы и Азии. На модной художественной площадке Москвы «Артплей» проходит Российская неделя искусств. Тематика традиционной международной выставки конкурса в этом году «Объединяя мир». Именно на этом мероприятии у молодых талантов есть возможность представить свои работы в одном ряду с профессионалами. Мастера из 25 стран мира представили свои произведения. Это традиционная живопись, скульптура, изделия народных промыслов. Неделя искусств – это важное событие для всех творческих людей, как опытных, так и начинающих. Дмитрий Назаренко – один из них. Постоянный участник российских и международных выставок, неоднократный победитель итальянской недели искусств в Риме, впервые показал свои работы в Москве и рассказал об особенностях своей техники. Кладут слои, и получается своего рода объем. Пластик, прозрачный пластик, я украшу. Ну, кстати, у меня некоторые работы находятся в музеях в Питере, в частности. Там есть дополнительная кожа, дерево, цены породы дерева. Если рисовать, то я, наверное, график по своей натуре. Я очень хорошо рисую карандашом, графика, природа, технику нарисовать. А лица мне никогда не давались. Ну, пришел попробовать не карандашом, не красками, а вот таким образом. В программе мероприятия – конкурс творческих работ, ярмарка-салон художественных произведений, а также образовательная программа. Это лектории, круглые столы, творческие встречи и мастер-класс. Бандук дня уже, да? Но должна я вам сказать, что бамбук рисовали. Бамбук не просто вот рисовали бамбук, они рисовали его всю жизнь. Участники конкурсной программы делятся на три категории – профессионалы, студенты и любители. Победители Российской недели искусств получат шанс быть представленными на выставочных площадках Европы. Работы оценивают члены экспертного совета, профессионального жюри. В его состав входят представители мира искусства и арт-индустрии, как из России, так и из стран Евросоюза, Америки и Азии. Это работы очень интересные. Я как член жюри отметил их, поставил оценку, ну и будут определять победителей этого конкурса. Мне очень приятно, что на такой выставке, международной, такая площадка большая, что могут принимать участие и студенты, и которые не члены Союза, чтобы они почувствовали себя равными среди равных. Очень хорошо, что такие выставки проводятся. Это для будущего поколения, это хорошая школа, это хороший урок. Свобода творчества, возможность самовыражения в сфере искусства, способный помочь нам объединить мир, как и гласит девиз мероприятия. Российская неделя искусств – это атмосфера притяжения, которая создает творчество. Ведь оно всегда вызывает самые различные эмоции. Проект напоминает нам, что искусство не имеет границы запретов, вне зависимости от экономических и политических перипетий между государствами. На факультете журналистики МГУ бал физиков и лириков не первый год заряжает студентов отличным настроением, которое так необходимо перед зимней сессией. Любители потанцевать поделились своими впечатлениями о подготовке к балу с нашими корреспондентами – Юлией Зиньковской и Дарьей Лебедевой. 12 декабря состоится третий традиционный бал физиков и лириков. Первая репетиция уже прошла. Ребята научились танцевать конский бран, шапилуаз и вальс по третьей позиции. Но участники уверены, что дальше их ждут еще более интересные открытия. Факультет журналистики МГУ вновь открыт не только для лириков, но и для физиков. Танцклассы проводятся на балюстраде, потому что участников в этом году стало заметно больше. Многие уже имеют своих постоянных партнеров, а кто-то приглашает друзей. Я узнала об этом от своей однокурсницы. Она очень сильно просила, чтобы я составила ей компанию. И поэтому это была единственная причина, почему я пошла на бал. И когда я шла на этот бал, я не думала, что меня это как-то так сильно увлечет, и что я дальше хочу продолжать ходить на репетиции. Каждый бал тематический. В прошлом году организаторы решили провести маскарад. Какая тема будет на этот раз, пока загадка. Но участники уже фантазируют и предполагают свои варианты. Не знаю, я сейчас пытаюсь придумать какое-нибудь продолжение к предыдущей теме. Думаю-думаю, но мне кажется, что это будет что-то интересное, наверняка связанное что-то опять с кино. И я очень сильно надеюсь, что это будет опять что-то связанное с маскарадом. Организаторы активно продвигают проект в сети интернет. В группе ВКонтакте 720 пользователей. На странице можно найти схемы танцев, узнать о предстоящих танцклассах и задать интересующие вопросы. Студсовет старается привлечь новых участников. Даже абитуриенты наслышаны о бале физиков и лириков. Насколько я помню, в первый раз к нам пришли представители студсовета и просто рассказали, что будет вот такое событие. Но вообще, еще когда я учился в школе на журналисты, я видел, как именно на этой лестнице танцуют люди. И это было очень красиво. Я оттуда уже знал, что будет вот такой бал физиков и лириков и решил пойти. Танцмейстер Дарья уже третий год учит студентов правильно танцевать, держать осанку и шагать в такт музыки. Репетиции проходят в дружеской атмосфере, поэтому ребята стремятся прийти на каждую. К этому, к третьему ежегодному балу физиков и лириков пока что прошел только один танцкласс. Мы взяли две группы ребят, чтобы побольше успеть. Было много старых знакомых, которых было очень приятно видеть. И, ну, разумеется, куча там и первокурсников, которые решили ворваться в студенческую жизнь, и ребята, которые почему-то не знали о балахах. Ну, в принципе, достаточно бодро. Я считаю, что старт хороший. Ну, и да, у нас впереди почти месяц подготовки, так что должны все успеть. Уже через месяц факультет журналистики вновь наполнится звуками классической музыки, шуршанием пышных платьев и звонким смехом. А те, кто еще сомневался, могут присоединиться к репетициям и сейчас. Юлия Зиньковская, Дарья Лебедева, студия «Маховая-9». Это были все новости на сегодня. Мы напоминаем, что программу «Маховая-9» вы можете посмотреть на сайте журфака МГУ и на канале «Просвещение». В студии работала Ирина Помеляйко. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok